А теперь я предоставляю слово его превосходительству Хосе Эммануэлу Гарсиэ Маргало, министру странных дел и сотрудничества Испании. Господин председатель, Ваше восходительство, есть знаменитый картинок Гоя, называется «Мечта разума», сон разума, который вызывает чудовище. Фактически речь идет о том, что во время сна демоны начинают действовать в полную силу. Через 70 лет человечество проснулось. Но все это началось именно со Второй мировой войны и Шоа. Закон это действия государств. Я хочу коснуться официальных необходимостей в российское государство действовать в рамках права. Речь идет о реальных шагах, но разум должен всегда возобладать, несмотря на то, что писал Гоя. 70 лет назад человечество в лице стран, обедневших в Сан-Франциско издекло уроки. Основатели ООН пришли к выводу, что государство имеет конституцию, которым представляет норму отношения между государствами. Было решено, что Международная Супс должна иметь свой следующий закон, свой устав. Устав Сан-Франциско является конституцией человечества. Ее преамбула положения принципа является основой, которая является домом для всех нас. Это включает уважение, суверенитет реальные целостные государства, которые важны для обеспечения международной меры и безопасности. Если эти основы будут расслаблены или подвергнутся замене, благодаря воле тех, кто стоит над законом, это здание буквально рухнет на всех нас. Мы останемся темноте «Сильный ООН, сильный мир». Вот девизь, которая необходима при праздновании 70-х годовщины ООН. И найдут суверен, которые будут дотвергать эту идею, для них ООН слабая организация, которая не встанет реагировать на вызовы и угрозы нашего времени. Я думаю, что это не так конечно есть больше причин для надежды. Я думаю, что согласие достигнутые с Ираном в основании фактических отношений между США и Кубой показывают, что перспективы будущего соглашения в Колумбии показывают, ситуации, которые слишком долго остались нерешенными, могут быть разрешены благодаря доброй воле государства-участников. Испания приветствует такой подход. Необходимы дальнейшие шаги вперед. Важно, чтобы Иран и Куба каждая по-своему имеющая свои проблемы станут катализаторами перемены, будут содействовать стабильности и прогрессу в соответствующих регионах. Если можно добиваться согласия в ситуациях, которые по многим кажутся нерегулируемыми, я, как местный основной дел Креста Испании, не могу не упомянуть конфликты в Гибралтаре, последние колонии на европейской территории. Мы хотим разобновить Северно-Королевство двусторонний диалог по вопросу декорализации Гибралтара на основе предложений установленных ООН и Бруссельской декларации 1984 года. Что касается других вопросов, то мы надеемся, что Северно-Королевство откликнется на предложение Испании о создании нового механизма местного сотрудничества с тем, чтобы содействовать социальному обозвращению экономического развития региона с участием компетентных местных властей Гибралтара и местных испанских властей. Должен сказать, что свет обычно берет верх над темнотой, и я хочу в этой связи коснуться изменений климата и его пагубных последствий. Действительно, времени потеряно много, но мы надеемся, что парижский саммит в декабре позволит добиться результатов, которые позволят остановить процесс ухудшения нашего общего нашей общей атмосферы и сделать решительные шаги. Что касается модели устойчивого развития, то давнее принятие поездки дня в области устойчивого развития до 30-го года позволяет нам надеяться на большее его высочество Филипп VI принял участие в саммите при принятии этой пачки дня и подвидел свою приверженность предпринимать шаги в этом отношении. Мы хотим отметить важность создания фонда для устойчивого развития первоначального финансировала Испания также частный сектор. Я вхожу в число тех, кто считает, что 21-го века будет веком женщины. Но это будет возможно, если мы сыграем свою роль, как сказала президент Чили Мишель Башлет. Равенство не приходит само по себе. Испания всегда ратовала за участие и руководящие роли женщины в чекодостях характерной жизни. Поэтому нам был предложен стратегический план равенства возможностей 2014-2016 и выделено 3,1 миллиона евро. Мы приняли наше национальное обязательство. и 13 октября в Совете безопасности проведут дебаты высокого уровня по 15-й годовщине завет 13-25 женщины мира и безопасность и председатель в Совете будет представить Испанию. Я предлагаю всех не учесть на самом высоком уровне. Главная угроза просветающему равноправному ответному обществу, которое мы хотим построить, связанно с необходимостью обеспечить мир и безопасность и борьба с терроризмом. Испания пострадала от внутреннего и международного терроризма в 60-е годы еще 55 лет тому назад имел место взрыв бомбы на вокзале. Это была акция террористической группировки. Это бегония уродс, которой было всего 22 месяца. Маленький ребенок погибло. После этого многие другие люди, мужчины, женщины, дети, погибли в результате террористического безумия. Терроризм основывается на ненависти, на отрицании жизни. Это преступление против человечества. Это та основа, из которой мы исходим. И можно также сказать, что зло проявляется по-разному в зависимости от обстоятельств и от исторического этапа. Сегодня мы видим террористов, джихадистов. Самая смертоносная форма терроризма. Испания также пострадала от их рук. 11 марта 2004 года 190 человек различных национальностей, большинство из них были рабочими, погибли, и более тысяч человек получили ранения. Что касается ДАЭШ, это террористическое движение, которое стремится контролировать значительную территорию, с которой они будут начинать террористические акции, направленные на уничтожение современной цивилизации. И перед лицом этой цели мы все должны начать общую борьбу, борьбу общим фронтом против ДАЭШ. Нельзя вести переговоры с террористами, им нужно нанести поражение. Вот почему Испания без колебаний с самого начала присоединилась к международной коалиции, которая сражается против ДАЭШ в Ираке, рука об руку с народом и правительством Ирака. Но военных действий недостаточно. Необходимо бороться с радикализацией, которая ведет к тому, что такое большое число молодых людей вливается в ряды террористов. Наш собственный опыт этой борьбы, многосторонние цивилизации, международные инициативы, такие как Альянс цивилизаций, Союз Средиземного моря играют важнейшую роль в этом направлении. Мы знаем, что нужно помнить о жертвах. Это необходимо для того, чтобы предотвратить повторение этих ужасов. Слишком часто мы видели, как о жертвах говорят о тех, кто виновен, что они каким-то образом сами навлекли эти акции на себя. Хочу напомнить, что до 97-го года это год, когда был убит Мигель Ангель Бланка. Мы должны были практически втайне хоронить наших погибших. Нельзя допустить повторения этого. Нужно, чтобы по всей планете мы знали о жертвах 21-го октября. Мы должны почтить достоинство и память жертв в Совете Безопасности. Нам нужно объединить силы для борьбы с радикализацией и экстремизмом. С этой целью Мадридский клуб переглотил около 100 бывших глав государств и правительств 27-го и 28-го октября. Это мероприятие будет исключительно полезным. террористов. Хочу коснуться вопроса о безнаказанности. Испания и Румыния приняли решение предложить создать Международный уголовный суд по борьбе с терроризмом. Мы считаем, что ООН должна рассмотреть это предложение во всем его объеме. Это будет международным судебным механизмом по борьбе с преступлениями международных террористов, используя инструменты международного права. Такой суд будет дополнять действия Международного уголовного суда. Будет брать на себя дела, когда то или иное государство не сможет этого сделать. Господин председатель, конфликты в таких регионах, как Ближний Восток или части Африки привели к самому серьезному кризису мигрантов, с которыми сталкивается Европа после Второй мировой войны. Мы все видели картины этой огромной трагедии. Невозможно смотреть на это спокойно, и мы должны обеспечить решение этой проблемы. В первую очередь необходима гуманитарная помощь, нужно спасать людей, предоставлять им кров, пищу, но важно также разработать всеобъемлющую политику предоставления убежища на основе концепции убежища и экономической миграции с учетом достоинства и прав людей, которые рискуют жизнью, чтобы найти лучшее будущее для себя и своих детей. Настало время начать думать о глобальном пакте под эгидой Организации Объединенных Наций, в котором будут участвовать страны происхождения, транзита и назначения, потому что миграция это глобальная проблема и ее можно решить лишь совместными усилиями. Как я уже сказал ранее, причиной нынешнего кризиса с миграцией являются конфликты, которые часто обостряются из-за бездействия международного сообщества. Причина в жестокости сторон. Примером этого является Сирия. 4,5 года конфликта, 250 тысяч человек погибли, 12 миллионов. Остро нуждаются в коммунитарной помощи, 7,6 миллиона людей стали внутренне перемещенными лицами, 4 миллиона беженцев в соседних странах. Эти цифры просто беспрецедентны. Необходимо безотлагательно найти решение этого конфликта. Мы должны работать на двух фронтах. Во-первых, необходимо безотлагательно предоставить гуманитарную помощь, чтобы облегчить страдания сирийского народа. Второе, нужно оказать поддержку всеохватному политическому процессу, за который выступает спецпредседатель генсекретаря Стефан Демистура. Также безотлагательно нужно действовать в случае конфликта в Ливии. Патрик Бернадин Де Лион посланникам секретаря выполняет важнейшую работу. Мы должны как можно скорее обеспечить формирование правительства национального единства. Мы призываем к мужеству, призываем все стороны объединить усилия, чтобы страна не раскололась на две части. На горизонте мы уже видим черные флаги Даэша. Буквально в нескольких километрах под берегов Европы. Раскол Ливии это самое пагубное решение. И, конечно, мы поддерживаем достижение соглашения между израильтянами и палестинцами на основе двух государственных решений со взаимосогласованными границами. Нам нужно оживить мирный процесс. Испания всегда готова будет поддерживать стороны, если они вернутся к прямым переговорам. В Африке положение в Мали, в Центральной Африканской Республике, в других странах вызывает у нас обеспокоенность, серьезную обеспокоенность. Но не все события на континенте являются негативными. Есть и позитивные примеры. Борьба с эпидемией Эболы, представление планов странами, которые пострадали от Эболы, вызывают у нас надежду. Мы оптимисты в том, что касается будущего Африки. В Европе основная тень, хотя и здесь есть проглески надежды, это кризис в Украине. Необходимо обеспечить выполнение минских соглашений, нужно обеспечить атмосферу доверия, с тем, чтобы положить конец этому конфликту. Конфликту, порожденному другой эпохой. Мы призываем стороны пойти по такому пути. Мы убеждены, что сегодняшняя ООН сильнее, хотя наш мир далек от идеала, а сегодняшний мир лучше, чем мир 70 лет тому назад. Нужно продолжать двигаться вперед к нашим идеалам. Для этого нужно уважать цели, принципы Устава ООН, в том числе принцип территориальной целостности. История учит нас, что нарушение этого принципа один из инструментов, чудовищ, которых мы видим на картине Гои. Вот почему необходимо постоянно сохранять бдительность, отстаивать верховенство права. Диалог является одной из основ этого, так же, как сосуществование и примирение. Без этого мы не добьемся успехов. Спасибо. Я благодарю министра иностранных дел и сотрудничества Испании.